Знаете, считается, что быть матерью намного сложнее, чем отцом. Но мы с девочками не согласны. Ну, что такое? Да, мать вынашивает ребенка. Да, рожает в муках. Да, его кормит, встает по ночам. Но, знаете, все эти мучения просто ничтожны по сравнению с тем, что испытывает отец, когда собирает свою дочь на первое свидание. Доча! Доча, ты если хочешь идти на свидание, так иди, я ж не против. Только давай пройдем инвентаризацию средств защиты. Ну, одежды. Так, майка. На мне. Рубашка. Есть. Свитер. Есть. Ливчик. Есть. Пюсгальтер. Есть. Секретный пюсгальтер. Есть. Скрытый пюсгальтер. Есть. На случай, если пюсгальтер потеряется. Запасной в портфеле. Так, хорошо. Колготы. На мне. Доказательства. Штаны, 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 штаны. Колготы есть, хорошо. Так, а где GPS-браслет? Ага, есть. Так, высоко так ногу не поднимать. А ну, быстро опустила. Так. Папа, ты давно уже вытянь всю косметику. Я знаю. Я просто хочу, чтобы запах моей слюны отпугивал других самцов. Папа, может, достаточно чесночного жаркова, который ты заставил меня съесть? Чесночных пирожков и чесночного чая. Ну, а что такое? Бывают рыбные, Еня, бывают чесночные. Ладно, на жвачку. Чесночный орбит. Это я сам делал. Взял жвачечку, раскатал скалкой, чеснокодавку. Папа, мы идем просто в кино. Там будет много людей. Что со мной будет? Ну да, кино это хорошо. Я вам уже и билетики купил. Последний ряд, пятое место. И первый ряд, третье место. Серьезно? А что, хорошие места. Отличные места для воздушных поцелуев. И это, после кино сразу домой. Мы хотели пойти еще подэнсить. Куда? Что ты там не видела? Смотри. Вот это, смотри. Вот это. Точно так же, только много людей. Нравится тебе? Нравится? Не нравится. Дотя, пришел момент рассказать тебе очень реальную историю. Как-то мой один друг, пускай зовут Владимир. Как ты? Да. Посадил в своем саду очень прекрасную розу. Ухаживал за ней, поливал, выращивал. Но тут вокруг сада начали околачиваться какие-то левые кобели. И хотели эту розу они. Короче, поймал папа одного кобеля. Сорвался его, эти подстрелянные штанишки. Взял за правое ушко и за левую ножку. И разорвал его. И кровь вот так вот. А люди говорят, о боже мой, сколько кровь. Ну не умею я рассказывать красивые истории. Да папа, это все нормально будет. Так а ну тихо. Главное сокровище девушки. Невинность. Что такое невинность? Это когда еще не занималась сексом. Вопрос с подвохом. Что такое секс? Понятия не имею. Молодец. Молодец. Папа, вообще мне уже 20 лет. Сколько можно на улице лето варежки-то куда? А ну быстро надень варежки. Выглядишь как проститутка. Алина с третьего подъезда тоже без варежек ходила. А где она сейчас? Тусы. Проститутка. Так, теперь о важном. Если вдруг он захочет поцеловать тебя по-французски. Я уже говорила, я не буду класть под язык бритвенное лезвие. А значит я запрещаю тебе целоваться? А если я хочу целоваться? А так отелуйся на здоровье. Завтра бабушка с дедушкой приедут. Они это любят даже. А если я хотела по-французски? Ну, я поговорю с ним. Папа! Волнуйся, дочь, волнуйся. Аба, успокойся. Да не могу, волнуйся. Да что не так? Ну, а вдруг он не понял моих угроз? Ты ему еще и угрожал. Ну, что там угрожал? Ты тоже в детстве видела отрубленную голову свиньи. Даже на утренник в ней ходила. Свинка, папа, свинка. Волнуйся, дочь, волнуйся. Что мне нужно сделать, чтобы ты перестал волноваться? Не знаю, не знаю. Я ушла. Так, ну что? Вернулась. Если ты тянешь время, чтобы закрылась метро и я никуда не поехал, то второй раз я на это не куплюсь. И вообще, мне надоело, что ты постоянно за мной следишь. То я? Нет, ну ты если мне не веришь, так видео с камер наблюдения посмотри. У нас еще и камеры есть. Так не об этом сейчас разговор. Папа, ты реально думаешь, что я совсем, я не замечаю, да, как дядя Андрей чудным образом за день меняет профессию? То он бармен в ресторане, где у меня свидание, то он таксист, который меня домой подвозит, то он охранник. Ну жизнь такая у человека двое детей, ну крутится как может. Кэт, привет. Пап, салют. Привет, Сенок. А я до завтра гулять, так что не звони. Хорошо, если останешься ночевать у Сергея Петровича, дай знать заранее. Кстати, пап, сзади две бомбы. Любит меня, сынок. Почему ему все можно, а мне нет? А я не могу ущемлять его права только из-за того, что он гей. Ну, ну, ну не плавно. Ладно, иди гуляй. Только чтоб девять была. Папа, уже девять. Доча, ты уже дома, боже, какая ты у меня послушная. Ты что, пила? Ай, извини, это я. Папа, я ушла на свидание. Иди, только знай, ты на мне родная. Что ты мелешь? Я думал, ты побежишь к себе в комнату плакать, и я быстро дверь закрою. Так это он, а ну дай сюда. Фу. Он написал привет, как дела? Что тут фу? Да даже вот это вот похотливое. Привет. Ты понимаешь интонацию? Привет. Слушай, а вдруг он маньяк. Тут по новостям передавали, что неизвестный похитил девушку в Киеве. А вдруг это он? С чего ты взял? А потому что там не было сказано, неизвестный похитил девушку, но полиции известно, что это не Дима. Дима, спокойный парень, он занимается рисованием. Едлер тоже рисовал. И что случилось? Так, все, я тебя сам отвезу. Хватит со мной ходить. Когда это я хожу? Ты всегда со мной. Я когда у Иры ночевала, ты был со мной. У нас была пижамная вечеринка, и ты сидел в трусах. Так весело же было. Нам-то весело, только не Ирыным родителям. Володя, все хорошо. Я мусор выбросила, по дороге никого не встретила, обходила вот так даже голубей. Не переживай. Молодец. А наша Дотя на свидание собирается. Это что такое? Что? Боже, ну вот сразу видно, что отец собирал. Я не могу. Ну, 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 комедия, ну. Ну, ну, ну где еще шапки? Где еще штаны? Плащей вообще нет. Ты хочешь, чтобы меня прямо в подъезде изнасиловали? Я не могу понять. Кошмар какой-то. Так, еще нужны две шляпы и темные очки. Это еще мне зачем? Это маме с папой. Ну, понимаешь? Все, пойдем, мальчик не должен ждать. Бегом-бегом-бегом-бегом. Это женский квартал. Будет о пластической хирургии. Существует пословица «сапожник без сапог». Итак, давайте представим, как она сработает в семье пластического хирурга. Да, 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 я все понял, да, да, все понятно, конечно. Давайте еще раз проговорим. Значит, попа, как у Ким, хотите, да? Грудь, как у Семеновича и губы, как у Лободы. Хорошо, я вас записал на вторник, Сергей, да. You are so beautiful. Здравствуй, Вова. Боже мой, красота моя! Я так соскучился по тебе! Я так соскучилась. Володя, у меня к тебе серьезный разговор. Да, 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 моя ненаглядная. А что случилось? Не-не-не, ничего не случилось, ничего, если просто я тебе 10 лет намекаю, да, намекаю, а ты намеков не понимаешь. Вот пришла сказать тебе прямо в лоб. В твой гладкий, без единой морщинки, идеальный лоб. Вова, мне нужна операция. Ты что заболела, красота моя! Я тебя не оставлю, у меня куча денег, все друзья врачи. Я тебя не оставлю, успокойся, успокойся, мы тебя вылечим. Красота моя, ты давно болеешь. Не, ну если верить семейному фотоальбому, где-то с первого класса. Просто до этого меня в одеяло заворачивали. Как? С головой, Вова. Мне нужна пластическая операция. Боже, Ирочка, зачем тебе это? Я тебя и так люблю. Тебе так идет твоя естественная красота. Ты издеваешься? Какая естественная красота, а? Посмотри на меня. Большой нос, ровная грудь. Я хочу наоборот. Я клянусь, я тебя не понимаю. Не понимаешь, да? Не понимаешь. Просто посмотри на меня. Давай. Я понял. Ты комплексуешь из-за своих веснушек. Боже, они же тебе так к лицу. Да, да, к лицу, к рукам, ногам, всему остальному туловищу. Ты мое солнышко. Так ты издеваешься все-таки, да? Посмотри на мои губы. Мои любимые. Нравится, да? И верхняя нравится. Она божественная. И нижняя, да? Это прекрасно. И верхняя боковая. Это моя любимая дурка. Ушки мои не смущают тебя огромные, нет? Ирочка, твои ушки показывают, что у тебя отличный слух. А еще они показывают направление ветра. Ирочка, Ирочка, у тебя просто редкая внешность. У меня редкие волосы, Вова. Редкие волосы. А попа моя, посмотри. Вот посмотри на то, что у меня там сзади, да? И скажи, это вообще может считаться попой? Хотя бы в широком смысле этого слова. Я считаю, что она в идеальной форме. Эта форма квадрат. Ирочка, ты себя накручиваешь. Мы столько лет вместе. А что у нас в постели? Это же ураган. А наши ролевые игры? Какие ролевые игры? Красавица и чудовище? Да. Робин Гуд и чудовище? Кайф. Сантехник и чудовище? Обалденно. Ленин и Крупская? Наденька, приойдемте в Беневичок. Как меня это все заводит. Не сейчас. Я поняла, я поняла. Тебя все устраивает, да? Так сделай это ради меня, пожалуйста. Я же работу себе найти не могу. Я же когда устроилась в пункт обмена валют, в первый же день кто-то возле букв УЕ написал БИ и еще две буквы. Нормально, по-твоему, да? А то, что я мимо полицейского участка не могу пройти, они меня постоянно задерживают, потому что я похожа на все мото-роботы, мать его. Да я на спине спать не могу, Вова. Почему? Потому что нос падает мне в рот, и я задыхаюсь. Мне нужна пластическая операция. Ирочка, ты должна понимать. Настоящая красота, она внутрь. Правильно, правильно. Так возьми скальпель и срежь все, что скрывает мою настоящую красоту, пожалуйста. Ирочка, если я... Доктор, разрешите это? Доктор, операция у жены прошла великолепно. Доктор, спасибо большое, этого. Ира, это что такое было? А что было? Ты считаешь, я слепой идиот? Я не видел, как он на тебя посмотрел? Ты меня еще ревнуешь? А как мне тебя не ревновать? Где бы мы ни появлялись, ни один мужик не может мимо тебя просто так пройти. А ты не догадываешься, почему? Догадываюсь. Не догадываешься, почему все эти взгляды. Догадываюсь, потому что ты красотка. Нет, Вова, потому что я уродина, потому что я образина, и мне нужна операция. Опять эти больные твои фантазии. Говорила моя мама, тебя эта красота погубит. А я ей не верил, я думал, ты другая, а ты типичная, Барби. И от мужиков тебе нужны только их деньги. Я Матылев, Матылев, который полетел на огонек и обжег свои крылышки. А-а-а-а-а! Ты как торчевно-сливом, ты прекрасная снаружи и фугаткая внутри. Ты думаешь, мне легко выходить на люди с такой красотой? А терпеть эти плевки, взгляды, камни в спину. Они же все меня ненавидят, потому что и всех мужчин на планете ты выбрала одного меня! Ладно, хорошо вам убедил. Не надо пластической операции, не надо. Сделай хотя бы чистку лица, я не знаю, пилинг, шугаринг, ну! Ирочка, тебе не надо шугаринг. Ты и так моя самая сладкая. Хай, ухай, семья! Мама, бабушка, привет! Как операция? В этот раз вообще легко, да. Да, импланты просто сказка. Легли как родные. Ушки подтянули, шейку натянули, губки подкололи, скулы добавили. Балуешь ты нас, Вовочка, дай поцелую. Поцелую, шапку надеешь. Ирочка, а ты не хочешь поздороваться с мамой, с бабушкой, нет? Да я с удовольствием. А кто из вас кто? Хорошо смеяться, когда тебе всю красоту природа дала, да? Да, красота, красота, Ирочка. Но женщине все равно за собой следить нужно. Ой, есть такая бомба для тебя. Слушай. Вот, на, держи. Крем для ног, стирай его на ночь под глаза. Эффект бомба. Спасибо. Вова, Вова, а скажи мне правду. Скажи мне правду, глядя в глаз, который видит. За что ты меня такую любишь, а? Ирочка, я лучший пластический хирург в этом городе. А ты моя дипломная работа. Это любит. Гематома под глазом, разбитый нос и два переломанных ребра. И это далеко не весь перечень увечий, которые получил жених, который во время церемонии решил в шутку сказать нет. Но самое интересное на свадьбе происходит в тот момент, когда невеста бросает букет. Итак, давайте перенесемся на свадьбу. Ну что ж, друзья, мы приближаемся к прекрасному моменту, когда все девчонки, незамужние, прекрасные девчонки, будут ловить прекрасный букет. Итак, давайте все вместе. Три, два, один. Ну что ж, я прекрасно приглашаю вас на прекрасный танцпол. Так что, ты можешь пить, ты, я его первый забыла. Букет! Букет, взагалі. Букет, взагалі. Букет! 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 Ай, шо? Нормально, взагалі, подруга. Ты пока, да? Видай букет. Видай. Мені більше потрібно. Видай, Таня. Да вспомни, как на мене свідетель все венчании смотрел. Рома от меня глаз не спускал Звичайно, ты таки декультет у церкви натянула На тебе не то, что Рома На тебе апостол Павло з ікони зирка И взагалі, я ему больше сподобалася Когда я говорила тост, у него шпотик перехопило У него шампанское не в то горло пошло Ах ты ж, ах ты ж Падалюка, ты забрала витаминезу Витаминезу, как взагалі, я тебе сказала А нет Стой, стой Вспомни, вспомни Как я тебе три года назад мужика уступила Мужика уступила Цього збочинця, да Який вискочив на нас в парку Ти на мене показала Пальцем і втекла Дякую, подруга І взагалі, ми з Ромою створені один для одного Я сьогодні в чеку всільпо прочитала Що я знайду свою долю Тихий, що читаєш Звичайно, читаєш Вони мені завжди правду кажуть Мені коли апендицит вирізували То в цей день так і було написано в чеку Не бійтеся позбавлятися від зайвих рчей Таня А то де ти с армянами в сауну поїхала У тебе в чекі теж було написано У вас сьогодні чорна полоза Ах ти ж подруга Таня Подруга Ах ти ж Катюха, давай так. Если ты отнесешь мне букет, я тебя со своим братом познайомлю. А он что, свободен? Ну, как сказать, как человек свободный, а как гражданин надо еще два года ждать. Такого ты мне счастья желаешь, да? Тоже мой подруга на мой букет. Витай, это взагалі мой букет. Я его отгловила першим. Я щодеремно дружила с Наричаною. Витай. Витай букет. Витай. А, девчонки, а что, конкурсы еще не закончились? Что вы делаете? Рома. Вы там такое пропускаете? Там на улице фаер-шоу. Дядя Витя весь вечер пил, решил подкурить. Такая красота. Пойдемте, пойдемте танцевать. А мы тут секретничаем с Катюхой, да? До речи, хочу сильно веселить, один хлопец сподобався. Серьезно? Кто? Вин за твоим столиком сидеть. Дедушка Игорь? Не, ну человек год как свободен, но... Ничего мне не понравилось. Это просто у Танюшки утягивающее белье треснуло. Ох, да, треснуло, и теперь я безбелизнен. Опа, опа. О, Рома повильный танец. Может, потанцуем? Рома, у вас такие мужние руки. Спасибо. Ой, можете Танюшки поверить. Она у нас по рукам походила. Ей есть с чем сравнивать. Да. Ух ты ж. Ой, Рома, не слухай ее. Можешь будь-кого на веселье запитатися. Шуми. Танечка, ты просила тебе напомнить. Тебе переехать котов кормить. Таня, у вас есть коты? А, выявляется. Я просто обожаю котов. Серьезно? Маю десять котенет. Я хотела сказать, не кормить, а топить. Ой, це в Каті такий жар, Рома. Девчонки, пойдемте танцевать. Класс, я с удовольствием пойду. Только думаю, Танечка не сможет. Чего? Да, а кто тебе таке сказал, Катя? Хруст коленей. Я думала, кто-то сесташки рядом ест. А нет, это Танечка рядом шла. Я думаю, что Рома сможет на руках меня донести до дому. Правда, Рома? Тем более, что у меня есть своя квартира. Вильно. Вильно, как я. Девчонки, я все-таки на танцполу там круг сделаю. Я вас жду. Подвигаемся, потанцуем. Хорошо? Ах, ты ж подлюка, да? Я по руках пока была, да? По руках пока была. Віддай букет, я тебе не сказала. Ах, ты ж подлюка. Куда ты такая? Віддай. Все, букет мой. И Рома тоже мой. Ну, добре. Забирай. Тобі більше потрібно. Досить тобі вже пакети з цьому тягати. Пора вже за тебе починати. Прийшов час, Катя, дізнатися, що таке інтрига в сексі. Це не день і як, а в який саме день на цьому тижні. Пора тобі вже вишню під під'їздом своєю називати, Катюка. А от не надо, не надо. Ти не так представляєш нашу сім'ю. У нас с Ромочкой буде все. І страсти, і романтика. І перший раз у нас буде на білому пісочці під пальмами. Катя, в сімейному житті ти білий пісочок будеш бачити тільки в котячому лодку. І той, який вас з Ромою будете вкрасти вночі з дитячого майданчика. Так що, Танюха, знаєш що? На, він твой, забирай. А! Да, Танюха, ради Бога, слушай. Замуж выйдеш, дітей родити, зато растяжки є, а дітей... Нет. А ти знаєш, а я не проти мати дітей від Роми. А це логично. В принципі, з нас двоих ти більше підходиш к супружескій житні. Да. Я коли імя твоє слуху, прям представляю, як ти в леопардовому халатіке з бігудями на голові, і Рома сидит, Танюха, подай пульт. Танюха, виключи світ, тебе ж ближе. Дорогая, у тебе день рождения. Вот твой мейзу. А знаєш що, Катя, тримай, ти його перша зловила. Ні, він мені вже не потрібна. Танюха, ти вже ставляйте пора, вже житома. Ні, ну ти ж ми подруги. Ми можемо вступати в деньгодному, Катя. Дівчонки, ну що ж ви, пойдемте танцювати. Від і сам танцуй! І сам пакети за тебе тягай! От-вот імпотент раз в недільний. І сам ходить зі своїм мейзу, жлобяра, зі житами не спорти. Трістуція на тебе такі! Я тягай віддяю, що цього маю. Татьяна Абетик, Роман Мещири Голс і Екатерина Ніхитина. Ви, наверное, заметили, що Леночке Кровець не много в цьому концерте. Це все тому, що она так погрузилась в танцы со звездами, що живет іми і днем, і ніччю. Ми, конечно, не могли обійти тему постельной жизни Лене. І так, «Поздній вечір», «Квартира» Елены Кровець. Ой, господи, як устала. Мені точно потрібно виспатися. Точно, де моя подушечка? Скільки там щас времени? Двенадцать. О, прекрасно. У мене три часа. Куча времени. Ну, що ж такоє? Одна овца. Две. Три. Іра Сапонару, чотирь. Настя Руджева, п'ять. Таня Песек, шесть. Зустрічайте у весні Олени Кравець, Максим Леонов. Макс! Макс, привет! А що ти тут робиш? А? А, це ж мій сон. І ти мені снишся, да? Точно. Так, і що ти хочеш мені сказати? Ну, що? Що, я проспала? Нет? Що, проект закінчился? Ми вигляли? Праїграви? Блин, я нічого не понимаю. Макс, послушай, ти класний танцор, але можна хоча б в моєм сне сказати мене одно слово? Так. Так. Ты здесь зачем? Что ж такое, а? Я не понимаю, Макс, ну что ты, что это? У нас просто очень мало времени, и нам нужно много репетировать. Точно. Вау. Обожаю. Ладно, отвернись, мне надо переодеться. Все, я готова. Ну нахуй. А ты молодец, придумал классно. Я к тебе каждую ночь прихожу. И мы целую ночь репетируем? Серьезно? Ничего не помню. Оно и видно на паркете. Что? А что происходит? А что происходит? А, Макс, а что ты себе позволяешь? Ай, потише. Это не я, это твой сон. Да, точно. Это же мой сон. А значит, здесь можно все что угодно, да, Макс? Да? Все-все-все? Прям все? Совсем все? Вообще все. Ох, подожди меня. Я скоро приду. Господи, как это вкусно. Какой кайф, блин. Что? Да мой сон. А значит, здесь можно все что угодно. Ага. Я поняла? Я поняла, я отвлеклась. Нам нужно репетировать. Давай, что у нас там дальше? Вальс, сальса, румба. Медляк. Класс. Ты знаешь, Лена, я давно хотел тебе сказать. Ты самая красивая девушка в квартале. Спасибо. Ну, вообще-то, в женском квартале много красивых девушек. А есть еще и женский? Не знал. Не отвлекаемся. Боже мой, что я творю? А если муж появится? Хотя, с другой стороны, откуда он появится? Это сон. Его уже здесь пять лет не было. Лена! Черт, накаркала. А где мои носки? В заднице. А, спасибо, нашел. Что же, Макс. Послушай, а во сне неплохо. А скажи мне, Макс, то, что я сейчас больше всего хочу слышать. Ты криворожская богиня. Вот тут стоп. Так парикмахерская на первом этаже моего дома называлась. Слушай, Макс, 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 послушай. Лена, Лена, что с тобой? Походу, в одеяле запуталась. Отпустила. Слушай, Максим, а ты знаешь, мне кажется, для того, чтобы победить в проекте «Танцы со звездами», нам нужно получше узнать друг друга. Это же сон. Здесь можно все. Что-то. Блин, опять сосед со своей дрелью. Можно хотя бы ночью не сверлить. Макс, здесь невозможно репетировать. Пойдем танцевать на кровати. Да? Ну вот, совсем другое дело. Лена, нам надо серьезно поговорить. Ты со своими танцами забыла о главном. Нам надо репетировать женский квартал. Макс, спрячься. Если она тебя сейчас увидит, она завтра узнает все. Так это всего лишь сон. Поверь, для Иры это не помеха. Ирочка, я здесь. Лена, расскажу тебе только по секрету. Так. Ты знаешь, с кем спит? Да, боех. Вы забыли, бани, со своей дрелью. Я вообще-то сплю. Блин, я же спала. Я же спала. Мне что-то снилось. Что-то хорошее. Что-то такое красивое. Что-то... Мне снился Макс. Макс. Макс, вернись, пожалуйста. Ну же. Макс. Макс, ты другой. Во мне воплотились три твоих самых главных страсти. Танцы, юмор и есть после шести. Танцы, юмор и есть после шести. А что это такое? Это что? Хот-дох? Слушай, Лена, а ты еще та штучка. У меня прям аж бабочки в животе. Какие еще бабочки? Я просто сюда на мотоцикле с открытым ртом ехал. Что? Личное такое, личное. Так, я... Подожди. Макс, ты сам говорил, нам нужно много репетировать. Давай. Давай. Давай повторим наш последний танец. Давай. Давай. Три, четыре. Макс. Макс, что ты делаешь? У нас вообще-то была сальса. У нас была сальса, но ты танцевала вот это. Что? Значит так. Я не хочу такого Макса. Уберите, я хочу... Я хочу прежний сон. Верните мне того Макса, который был. Ой, ну наконец-то. Да, блин. Нет, я не буду просыпаться. Нет, я не буду просыпаться. Что происходит? Откуда вы все? Лена, это в четыре утра. А в четыре утра хорошие сны не снятся. Давай к нам, как и будильник для зазведел. Да, короче. И главное, главное не напомни, что победить в танцах нужно... Что нужно? Нужно! Ну, что нужно? Нужно отправлять СНС с цифрой 13 на номер 7914. Так, дыши, дыши, дыши. Дыши. О, молодец. Все уже? Кто у нас? Баба. Кто баба? Ты баба. Вырубился сразу после фразы. Ой, ой, кажется, началось. Владимир Владимирович! Э-э-э, куда, куда? Да пойдем же. Все, все, нас, я пойду. Куда пойду? Ты доктор, Вова. Блин. Блин, ну ты видишь, что я не могу. Я думал, я смогу, а я не могу. Володенька, миленький, ну как это не могу? Ну ты же профессионал, ты сотнями роты принимаешь. Да, но тебя мне жалко. Ладно, хорошо, не можешь ты, пускай кто-то другой примет. Кто? Макаров. Этот криворукий. Господи, ну тогда Мартынов. Этот косоглазый. Гаврилова. Алкашка старая. Ну тогда ты. Настя, и ты доверишься человеку, который всех этих дебилов на работу взял? Вова, поделай что-то. Все, хорошо. Я сейчас что-то сделаю. Я попробовал, не получилось. Владимир Николаевич, да успокойтесь, забудьте, что это ваша жена. Представим, что это обычные роды. Ага, не моя жена, обычные роды. Хорошо. Катенька, возьмите на тубочке конверт, положите мне в карман. Это еще зачем? Ну мне так привычнее. Ничего, что он пустой? Ну зачем ты сказала мне об этом? Да я сама тебе заплачу. Женщина, вы что, у нас бесплатная медицина. Но если вдруг захотите меня отблагодарить, то я, конечно, не против. Я тебя сейчас так отблагодарю. Вова, возьми себя в руки. Все, все, я смогу. Ай-яй-яй. Я не могу, я. Так, Владимир Николаевич, давайте как обычно, передработкой, 50 грамм коньячку и все. Ты в своем уме мне такое перед женой говорите? Да пей ты уже! Ах, да. Успокоился? Да. А теперь делай что-то! Хорошо, начинаем, Катюха, повторите полтинечек. Я тебе сейчас так повторю, Вова! Настенька, я прошу тебя, любимая моя, давай как Машенька. Сама родила, без посторонней помощи, пятерых, здоровеньких, да? Я тебе не кошка! Не ори на меня! Ты видишь, я в положении. В каком ты положении? В дурацком. Ладно. Так, иди сюда. Что? Представь, что это не твой ребенок. В смысле не мой ребенок? Ах, ты стерва гулящая! Да нет, не в этом смысле, представь для дела. Для какого? Бракоразводного? Ладно, все, все забудь, твой он твой. Что забудь, такое забудешь, настроение все испортил, я домой пошел. Стоять! Опа, 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 доктор, добрый день. О, я прошу прощения, вы заняты, я под... А, нет, 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 нет. Вы как раз вовремя. Да. Слушайте, это я у вашей жены вчера роды принимал, да? Да, и я вам безмерно благодарен. Спасибо, спасибо, сегодня ваша очередь Ну вы вчера присутствовали? Ну Видели, что делал я? Ну Делайте все то же самое Давайте Что, прям все то же самое, что? Прям все Опа, Катенька, вот это аппарат Опа Это можно было пропустить Давай прям с середины начинай, давай Ага Так, папаша, ну тут неплохо было бы отблагодарить Пятьсот долларов, я думаю, будет достаточно В смысле пятьсот? Четыреста было? Ну тут случай сложный, как бы надо кисарить Так что стоп, никого кисарить не надо, идите отсюда, все, до свидания, спасибо большое, до свидания, до свидания Так, Вова, ты охренел совсем, иди сюда Так, давай начнем сначала Так, представь, я незнакомая женщина Все, хорошо, так, ты незнакомая женщина, все, поехали А, женщина, что у вас? Я рожаю Это прекрасно У кого? У придурка одного Это плохо, почему сразу ко мне не пришли? Ну вот, к тебе и пришла О, а кто вам меня посоветовал? А, Мария Васильевна, главврач А, ты в этом смысле? Я готов, я готов Маску Выше Куда еще выше? Все, врач готов Вы здесь еще, роженица? Здесь Хорошо, все, я пошел Так, ножки худые очень сильно Нужно пошире О, раскрытие хорошее О, так у нас близнецы Владимир Николаевич Нас Ничего не получается Володечка Миленький, мой сладенький Да тут-то деловно Пять минут и все Молчи давай Ты уже просчитала безопасные дни Такой себе математик из тебя Все, а больше ты меня на секс не разведешь Не поведусь я на вот это твое Слушай, а давай чуть-чуть полежим, обнявшись А можешь зайти на секундочку примерочную, Вовочка? Все, баста, но Шумко, иди сюда Сюда сел Что такое? Так Слушай сюда, Шумко Я сейчас одному человеку жизнь подарю, а у другого отберу Ну ты сам своей головой подумай, подумай логически Делов на пять минут и все Все Радостный поедешь домой Соберешь друзей, будешь бухать три дня Пока я тут буду валяться и никто тебе даже слова не скажет Потому что ты ж мужик У тебя сын родился У тебя из занятий будет что? Только пить и подбирать имена к отчеству Владимирович Ну? Слушай, Настя А что ты мне сразу такое стимулируешь и не у кого? Женщина, а вы ложитесь Наконец-то! Не наконец-то, а тужимся Поменьше болтаем, больше врача Слушаемся Вперед! Это женский патал Покинет здесь, смеются над собой